Привет, друзья! Добро пожаловать в Гибриалтар! С вами Жанка. Сегодня я отправляюсь в Испанию за продуктами. У них по средам очень хороший, говорят, рынок. Я ни разу там не была. Вот решила сегодня отправиться и посмотреть, что же там они продают. Обычно у них, в принципе, каждый день там в этом городке есть рынок. И я туда тоже люблю ходить. Свежие фрукты, овощи. Намного лучше, чем здесь. Мне там нравится. Приходится ходить пешком, потому что оно по утрам, рынок по утрам. И, естественно, на границе очень-очень большое скопление автомобилей. Так как люди идут на работу, едут, вернее, все на работу и так же идут, в принципе. Но пешком лучше, потому что, опять же, не припарковаться нигде. Приходится идти пешком. Я просто немножко здесь остановилась. Хочу показать. Смотрите, у нас сегодня как бы солнце не особо есть. Вон оно есть там все в облаках. Но вот наша гора, скала. Посмотрите, как здорово все заволокло, тучи. Кстати, это довольно-таки частое явление здесь. Поэтому у нас нет такой жары, как, например, в Испании. В Испании где-то под 40, у нас где-то около 30-28. И с ветерком очень даже ничего. Вот, и сейчас мы с вами пойдем, естественно, проходить через взлетно-посадочную полосу. Я только что слышала, что самолет пролетел. Так что обойдемся без очереди. Очень будет хорошо. Так, смотрите, у нас горит зеленый свет. Что, черт знает? Вот, мы находимся на взлетно-посадочной полосе. Я не знаю, сейчас слышно или нет, сегодня какой-то ветер, кроме здесь, дикий. У нас там изи-джет готовится к взлету. Нет, он только прилетел. Вот охрана, видите, стоит. Вот так и регулируется обычным светофором и шлагбаумом. Сейчас мы с вами пройдем через взлетно-посадочную полосу. Рядом машины едут. Здесь у нас пешеходная дорожка. А с этой стороны у нас один край взлетно-посадочной полосы. А с этой стороны у нас другой. В общем, очень здорово. Видно скала. Вот. Вот так. В общем, идем туда. Итак, друзья, ну что же, мы с вами дошли до следующего шлагбаумаума. Видите, здесь еще один светофор. Я еще не в Испании. То есть нам еще предстоит туда пройти немножечко. И там у нас как раз будет контроль, где проверят паспорт. Так, смотрите, здесь у нас расположен один из супермаркетов. У нас всего два больших. Вот один вот этот испанский, наверное, и русский. И также английский, Моррисонс. Он там в центре. Я вам покажу потом. Так, смотрите, здесь прямо у вас остановочка сразу. Прям вот рядом номер пять. Он идет в центр. Я не знаю прямо точно, конкретно, куда он идет. Насколько далеко. Но вот остановка здесь. Я знаю, где конечная. Я его тоже показывала в одном из видео. Так, а это киоск. Обычно у этого киоска испанцы покупают сигареты. И пытаются пронести как можно больше. Что вообще-то запрещено. Но они все равно пытаются это делать. Вон. Бартышки. Здесь остановка у нас такси. Насколько я знаю, по-моему, отсюда и проход начинается тур или еще что-то. Ну, точно не могу сказать. Не буду утверждать. Но здесь вот толпятся на такси обычно. Такие мини-автобусы на несколько человек. Я не знаю, берут они сразу в туру, они везут или еще куда. Итак, мы с вами подошли к границе. Так, и мне нужно теперь идти, я так понимаю, туда, направо, чтобы пройти через паспортный контроль. Вот, контроль у нас там. Уже не буду снимать, потому что они не особо это любят дело. Ну что же, друзья, мы с вами в Испании. Вот, смотрите, видите, какая очередь у нас уже здесь скопилась. Вон, огромная очередь. Здесь рекламирует у нас подъемник. Тут можно купить билеты. В общем, вон, видите, поэтому приходится ходить пешком. Вот, чтобы не стоять вот в этой очереди. Так, тут прям... Сегодня очень-очень много машин. Это мы с вами, Ла Линия Деконцепсион, испанский городок. Пользуется не особо хорошей, ну, как бы, репутацией, популярностью. Вон, говорят, что достаточно он был в одно время очень-очень криминальный город. И вот это вот место, смотрите, самое вот до того, как дойти до города, назывался раньше Chicken Run. То есть здесь, когда не было Владиклорьков, очень часто нападали на людей и грабили их. Особенно, когда они шли по утрам и по вечерам. Сейчас, говорят, это все поспокойнее, так что днем можно ходить, не бояться. Насчет вечера не знаю, так как я не выходила. Ого! Вот так здесь шумно! Очень шумно! Теперь мне нужно найти базар. Я не знаю, где базар, в какой стране. Так, вот мы с вами идем. Смотрите, вот там ларьки у нас, они заняты все. Магазинчики там, кафешки. А вот здесь место такое пустынное. Я думаю, наверное, вечером здесь действительно не особо весело. А это я как бы читала в интернете, что городок достаточно бедный. Ну, видите, дома, да, очень похожи на наши дома. Так живут обычные испанцы, тоже в многоэтажках. Так, ну вот особенно про... Вот это место, видите, как-то все заброшено. Конечно, удивительно рядом с Гибралтаром, да, вроде как бы с таким туристическим местом. И вот такое увидеть. Я, конечно, сама была первый раз, когда увидела, в шоке просто. Что это? Как это вообще возможно? Вокруг такие богатые соседи, там, Марбея, да, Лос-Барриос. Лос-Барриос, Марбея, Пуэрто-Банус, там, где миллиардеры приезжают на своих лодках крутых. Что там у нас? С другой стороны у нас там как бы тарифа, да, есть, но, в общем, порт. Тут у них свой завод нефтеперерабатывающий, богатый. Ну, сосед тоже, так понимаю, не принадлежит Лалине, наверное, как бы не на их территории, что ли. И вот так вот запустить это место, говорят, у них как бы нет денег, чтобы вот это все закончить. То есть все в таком вот виде. Не знаю, насколько долго, конечно, это оно останется. Но вот мы сейчас идем в центр города. Центр мне нравится. Ну, такой достаточно, скажем, старенький городок. Вот, кстати, мне нужно зайти в информацию туристическую. Почему? Потому что у них будет праздник. Не знаю, видно вам там, вот строят, видите? Вот, не знаю, видно или нет, вот уже строят сцену. 17 июля какой-то будет праздник испанский. Блин, перелопатило весь интернет. Вообще нет информации. Вот как они хотят, чтобы люди к ним приезжали. Есть информация, что просто с 17 по 20 какой-то будет вот этот праздник. И все. Во сколько ни программы, ни времени, ничего в интернете нет. Вот я сейчас хочу зайти в туристический офис и у них узнаю, вообще программка есть или нет. Кстати, вот имея англоязычного соседа такого, скажем, фу, они не говорят по-английски. Очень-очень мало людей. В основном они все, ну, так, немножко на ломаном английском, кое-что понимают. Но в основном это, конечно, испанский, поэтому я не знаю, надо учить испанский так, наверное, конкретно. Я, конечно, знаю пару фраз и слов. Но они меня не понимают, я их не понимаю, потому что здесь говорят очень... Самый худший, что ли, диалект такой самый. Они тоже заглатывают последние произношения, слов. Ну, наверное, как в Англии тоже, там очень много диалектов, естественно. Здесь то же самое, как бы это все понятно, поэтому... Ничего не понятно, когда они говорят, вообще ничего не пойду. Так, ну ладно, сейчас пойду, посмотрю, есть у них программка или нет. Фу, ну что ж, друзья, узнала. В общем, я, как обычно, раз в жизни соберусь куда-нибудь, это отменяю. Короче, сегодня нет рынка. Так что я пришла напрасно, ну, не напрасно, потому что здесь каждый день есть рынок, я пойду сейчас на него. А вот этот вот рынок, который каждую среду, его отменили вот на три недели, вот пока сейчас праздник, и через три недели снова откроют. Так что пойду проверю. Ну, а сейчас я пойду просто на обычный рынок, вот каждый день, который здесь проходит, там тоже свежие фрукты, овощи, все это есть. В общем, есть у них программка, дали мне все, рассказали, приятные девушки, очень улыбчивые, говорят по-английски, оооо, ну что ж. Так что потом вам покажу, естественно, так вот сейчас пока пропускают, пойду, пока бегом, бегу, 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 со всех сторон. А то вот скажут, что что-то, блин, идет тут такая. Да, ну они останавливаются, как бы здесь такие законопослушные тоже останавливаются на пешеходных переходах, но остановиться на пешеходных переходах с камерой в руке, и что-то там говорить, естественно. Скажет какая-то, не поймешь, чего. Короче, будет мероприятие интересное, насколько я поняла, там они построили аттракционы разные, ну, конечно, аттракцион не пойду, это не Диснейленд. Но будет вот у них традиционный какой-то праздник, там они в своих нарядах будут красивых, посмотрите. Уже вот здесь строится, сцена готова, то есть так, по-моему, она мне сказала, в пятницу нужно прийти будет и посмотреть. Так, ну, посмотрите, мы с вами на главной площади, я вам сейчас немножечко зарисовки покажу города. Не, наверное, давайте лучше в следующем видео, а то это видео уже будет длинное. Я вам лучше в этом видео покажу потом, какие фрукты и овощи, в общем, что я тут накупила. Вот, так, да, ну, в общем, я хочу, естественно, традиционные наряды вам показать, потому что я была до этого в Дене, и мне очень там понравился фестиваль. Уже забыла, как он называется, если честно, так, как он называется, все время помнила, все время так, только камеру включаешь, все время все из головы вылетает. Как он называется тут? Лас Фалос, о, вспомнила, Лас Фалос. В общем, у меня есть видео, но тогда я не вела как в блоге, то чисто записывала так для себя там, но как-нибудь сделаю, тоже покажу. В общем, там тоже красиво, все нарядные девушки в традиционных платьях, и очень будет интересно посмотреть, как они наряжаются здесь, так как это все-таки другой регион. Вот, и, естественно, все интересно будет увидеть. Ну, все, сейчас я отключусь, тогда покажу вам потом, что я купила, какие продукты и почем они здесь вот на обычном рынке на их. Ну, а сам городок, естественно, зарисовки я вам покажу все. Так, смотрите, друзья, тут у нас обычный базар, он тут каждый день такой. Короче, друзья, смотрите, я вот с такой тележечкой хожу, зашлась сейчас в Меркадон, вот кое-что прикупила. Здесь для наших тележек специальные вот такие есть стоянки, смотрите, сколько здесь таких же, как я, припарковались. Здесь очень просто, кладете 50 центов, вешаете на цепочку, вцепляете свое порыто, и никто уже не утащит, вот. Я уже отцепилась, сейчас буду загружаться и идти домой, ура, наконец-то. А народу очень много, смотрите, сколько народу, во, ну, видно, сколько здесь припарковалось тележек. Очень-очень загруженный день сегодня, не знаю почему, наверное, потому что рынка нет сегодняшнего, поэтому много народа. Ну что ж, друзья, вот мы с вами снова возвращаемся на наш туманный остров. Видите, ну как можно тут забыть Великобританию, когда Англия, вы знаете, называют туманный Альбион. Альбион, потому что когда моряки раньше приплывали к берегам Англии, то известные там белые скалы виднелись, и вот из-за тумана белое назвали туманный Альбион. Так вот, наша гора, посмотрите, ну чем это вам тоже не туманный Альбион? Тоже как бы вроде как беловатое что-то, да? Но очень часто, практически, не знаю, наверное, каждый день у нас туман. По крайней мере, вечер точно, практически каждый вечер. Сейчас немножко остановюсь показать вам, смотрите, погода. Сколько? 34 градуса. Ну, до этого было 40 градусов, я вот как-то ходила, вообще жарень была. Ну, сейчас снова пройду через границу. Кстати, не особо много машин. На удивление, вот видите, подъезжают, так что не такая уж и большая очередь. Но это у нас уже вот где-то третий час, так что я ходила. Проходила, наверное, сколько это получается, один, два, три, где-то почти четыре часа. Почти 10 километров прошла. Ну, спокойно, более-менее, сегодня спокойно. Все, иду домой. Так, что ж, наконец-то я дома. Сейчас буду распаковывать, что у меня там, что я набрала. Сейчас я вам покажу. Так, вот смотрите, яблочки. Ну, так, взяла два яблока. Смешно, так, два. Ну, на пробу пока просто чисто попробовать. Вот, они где-то у нас там 1 евро 20 за килограмм. Окей. Так, что у меня там еще? Домидорки. Помидорки. Так, это все на базаре. Так, помидорки у нас стоят 80, по-моему, 9 центов килограмм. Так, дальше. Немножечко черешни. Черешня стала дороже. Была раньше всего 1,80 евро за килограмм. А сейчас взяла полкило. 2,80. Поднялась немножечко цена. Ну, не немножечко даже, на целое евро. В магазинах было вообще почти 4 евро, там, 3,80 что ли. Так, еще купила я огурчики. Огурчики 79 центов килограмм. Так, лимончик чару 98 центов за килограмм. Тоже один всего. Пока мы в чаек любим добавлять очень. Так. О, упали мои персики. Персики. Персики у нас такие вкусненькие, спелые. Так, по чем они? Евро 20, по-моему, килограмм. Так, они у меня там все свалились. Все. Все разлетелось. Все улетело куда-то там. Все-все улетело. Так, водичку. Ну, это я зашла в Меркадонию. Вода. Жара-жара. Дела, чтобы попить. О, смотрите, какие персики. Ой, супер. Вообще они такие сочные. Наверное, из Марокко привозят. Так, ну и зашла в Меркадону. Бардак вообще в них некуда ничего складывать. Так, все. А, ну это у меня тут есть точки, программка, расписание. Как раз вот это праздника. Как он там называется? Вот. Линия для концепцион. Веладей Фиеста 2015. Вот все мне рассказали. Девочки. Так, я тоже купила. Так, это у нас нарковочка 69 центов килограмм было. Специальное предложение было. Так, салатик. Так, это у нас сколько было? Тоже 69, по-моему, центов, что ли, килограмм. Так, ну и тоже огурцов купила и там, и там. Огурцов просто попробовать. Обычно я в Меркадоне. Просто Меркадон вперед зашла. 99,70 килограмм. Она... У них нормальные такие огурчики. Но вот на базаре тоже купила. Просто попробую сравнить вкусные. Где вкуснее будет. Где вкуснее будет, там буду потом брать. Так, ну и все. Тут дейзики. Чисто так. Дейзик мужа. Дейзик себе. Что, я не помню. Там евро 50, что это стоит эти дейзики. Так, ну вот все мои покупочки. Такие вот расценочки примерно. У нас в Испании на базаре. Это который базар каждый день. Это не по средам, а каждый день базар там. Ну все, друзья. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться. Я была Жанка Англичанка. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok